Александр Шлеменко Александр Шлеменко Александр Шлеменко Александр Шлеменко Александр Шлеменко Александр Шлеменко Расскажи, для тебя есть какие-то там принципы в этом бою или нет? Да нет, нисколько. Я знаю, что он тренируется у окопа Топчана. И мы с окопом дрались два раза на одних турнирах. Вот один раз мы вместе с ним дрались. Для меня нету какой-то принципиальности в этом бою. Почему? Потому что, во-первых, у нас нету вражды с окопом, у нас нормальные с ним отношения. Единственное, это спорт. Ребята должны выяснить, кто из них лучше. Я имею в виду про Сетрова и про Сергея. И кто будет лучше, кто-то и пойдет дальше. Расскажи пару слов. Сейчас в сети просто ходит множество слухов о том, что тебя подпишут в ICB. Потом говорят, что тебя подпишут в М1. Потом говорят, что все-таки будет интернет. Ну вот везде, я говорю, что почитаешь интернет, очень много нового знаешь. И понятно, что половина из этого неправда. Расскажи, с кем сейчас ведешь переговоры или, может, это секретная информация? Нет, информация не секретная. Я просто хочу сказать, многие люди не понимают. Каждое выступление мое в России, я это выступал и делал ради фанатов в первую очередь. Ради того, что мне это нравилось выступать. Но не будем забывать, что я был на контракте с Беллатером. И это автоматически продлевало срок моего контракта. Сейчас мне это все, можно сказать, так надоело. Надоело уже, можно сказать, идти вот так без роста. Поэтому сейчас у меня последний бой по контракту с Беллатером. Я ждал этого момента. Я хочу сейчас его быстрее получить, стать свободным агентом. А там мы рассмотрим все предложения для того, чтобы стартануть за последней вершиной, за поясом уже в той организации, в которой я буду. А там будет видно. И последний вопрос. Ты представитель города Омска. И я не понимаю, почему. Мне кажется, ты суперпопулярен в Омске. Есть твоя школа в Омске. Почему там не проводят турниров? И будет ли когда-то там турнир вообще какой-нибудь большой организации? Ну, сейчас у нас сменилось руководство в регионе. Я надеюсь, что сейчас мы это будем делать. Причина очень простая. Это недостаток финансирования. Потому что все-таки тяжело найти финансирование на крупные турниры. У нас в Омске просто является сейчас на данный момент спортом номер один. Это хоккей. И поэтому в большей степени проводится хоккей. Но ММА потихоньку, потихоньку мы как-то отвоевываем какие-то позиции. И я надеюсь, что в скором времени начнем проводить. Тем более, опять же, смотри, если выступать в Омске, неплохо было бы, чтобы я там выступил. Или мои ученики, там, Андрей Корешков, Александр Сарнавский. Но это уже еще сложнее. Почему? Потому что, во-первых, и бюджет турнира нужно больше. И, во-вторых, нам не так просто выступать в России. Это нужно постоянно спрашивать разрешения у тех организаций, в которых мы выступаем. Все. И самый-самый последний вопрос. Я вспомнил. Сейчас будет бой чемпионский в том месте в UFC. Йоль Ромеро против Люка Рокхолда. Можешь какой-то прогноз свой сказать? Или за кого болеешь и кого видишь победителем в этом бою? Мне кажется, что все-таки должен выиграть Йоль Ромеро. Ну, это мне так кажется, опять же. Я не знаю. Потому что Рокхольд, он нестабильный боец. Йоль, он более такой стабильный. Он постоянно в одной паре выступает, хорошо себя чувствует, хорошо подготавливается, с хорошим геймпланом. Единственное, что может остановить Йоль, это, получается, чтобы он... Хороший геймплан. Но, опять же, судя по бою с Биспингом, Рокхольд может подойти с не очень хорошим планом на бой. И мне кажется, что для Ромеро более здесь, ему такой соперник, как Рокхольд, больше подходит. Я не знаю, как будет, но мне кажется, Ромеро должен его выиграть. Александр, ждем твоих боев. Топим за тебя. Спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал. У нас много всего интересного. Но если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.